Что делать, если схватила судорога в воде, с чего начать учиться плавать, как помочь тонущему? Чтобы купание принесло только пользу и радость, нужно помнить о важных правилах. С начала купального сезона спасатели области выходят на водоемы и в бассейны города, чтобы все показать и рассказать самым подвижным и любознательным. Спасатель Илья Бабиченко сегодня встретился с юными пловцами бассейна «Нептун». Они внимательно и с интересом выслушали инструктаж и даже поплавали вместе с ним. Если судорога ноги, можно ущипнуть, уколоть себя, а большую часть помогает расслабленные мышцы на спине. В первую очередь нужно научиться ногами плавать. После этого постепенно на руки переходить. Человека вытаскиваешь на берег, ложишь его, естественно, на спину, под голову обязательно что-нибудь положить, вещь какая-нибудь, деревяшка, бревно, и делаешь непосредственно прямой массаж в сердце. Если это не получается, в течение полторы-двух минут переворачиваешь его, получается, ставишь его на колено, ставишь его животом именно на колено, засовываешь пальцы в рот, и этим же он выплескивает все вещества, которые у него были внутри. Еще одно впечатляющее, а главное поучительное зрелище продемонстрировали спасатели ребятам, показали, как помочь тонущему. Ребята урок усвоили, встречи со спасателями остались довольны. Научились, как спасти человека, когда вытащил. Если он пару минут не будет дышать, надо его спасти. Когда прыгаешь с высокого места или с обрыва, надо сначала проверить дно, а потом уже прыгать. Не заплывать далеко. Ну, я довольно сильно запомнил то, что вместо того, чтобы таскать двоих, можно просто их переталкивать или выбрасывать их на берег. Такие мастер-классы проводят сотрудники управления ПОДЧС совместно с коллегами из аварийно-спасательного отряда ДЧС области и управления гражданской обороны два раза в неделю. Обучение проходит так и в специализированных центрах, в бассейнах, также проходит именно на прибережных территориях, на санкционированных пляжах, то есть на реке Исиле, это городской пляж, и на озере Пестром. Остальные места являются не санкционированными для купания. Мероприятия будут проводить до конца купального сезона. С начала года сотрудники ДЧС СКО обучили более 8 тысяч детей.